«Он старше тебя на много лет, Лиза. Ты понимаешь, что они скажут?» шептала подруга полная сомнений. Неравный брак рассказ Ева Грей. В морозный зимний день, когда воздух наполнял яркий запах свежевыпавшего снега, маленький парк культуры стал свидетелем случайной встречи, изменившей жизни двух человек навсегда. Лиза, юная актриса и звезда ситкома «Мамины дочки», с сияющими глазами скользила по катку, смеясь вместе с мамой. Вместе с первой искоркой радости пришло ощущение, что сегодня ее ждет нечто особенное. В этот момент она заметила его. Илья, олимпийский чемпион, вознесшийся над всеми на льду, как будто был не из этого мира. Его уверенные движения завораживали. «Кто это?» – думала она, не в силах отвести взгляд. Сердце забилось быстрее, когда они вдруг встретились глазами. «Это же чемпион, это он!» – шептала она, сама себе, ощущая душащие ее эмоции. Спустя некоторое время их судьбы вновь пересеклись на съемочной площадке ледникового шоу. Лиза, нервничая, осмотрела гримерку, когда в нее вошел Илья. Он был таким же уверенным, как и в тот морозный день. «Привет, ты отлично каталась на катке, у тебя есть талант!» – сказал он. Его голос напомнил ей о том мгновении, когда ее сердце трепетало от восторга. «Спасибо, я вас помню!» – смущенно ответила она, чувствуя, как на ее щеках появляется румянец. Никакие слова не могли передать того, что она ощущала. Внутри росло что-то большее, чем просто заинтересованность. С каждым новым днем нового проекта их общение становилось все глубже. Лиза, смеясь, однажды спросила, «Как быть таким уверенным? У тебя, наверное, есть секрет». Илья ответил, «Секрет в том, чтобы делать то, что любишь. Но помни, иногда приходится очень сильно бороться за то, что тебе важно». Ее взгляд потупился, и она почувствовала, что между ними начала происходить настоящая магия. Несколько лет спустя их чувства начали выходить за пределы дружбы. Они стали встречаться тайно, зная, что это вызывает множество осуждений и непонимания в обществе. «Ты понимаешь, что они скажут? Он старше тебя на много лет, Лиза!» – шептала подруга, полная сомнений. Лиза лишь вздыхала в ответ, ее сердце знало правду. «Но он меня понимает. Это не просто какая-то игра. Это гораздо больше». Когда Лиза узнала, что ждет ребенка, их мир перевернулся в одно мгновение. Холодный страх пробежал по ее телу. «Илья, что мы будем делать?» – спросила она, глядя на него. Его взгляд стал тяжелым, полным мысли. «Мы должны быть сильными. Мы пройдем через это вместе, Кирея», – ответил он уверенно, но в глазах проскользнула тень страха. «Скрывая свои отношения, они подошли к самой важной главе своей истории – скромной свадьбе, состоявшейся в кругу близких людей. Но даже там их чувства привлекли внимание общества. Скандалы в прессе разразились, как ураган». «Как она могла? Она всего лишь девочка», – шептали недоброжелатели. Лиза, чувствуя, как сердце разрывается, воскликнула. «Это не просто игра. Это наша жизнь. Я люблю его». Каждый взгляд, каждое слово вокруг них стало оружием. Но они не сдавались. Илья крепко держал ее за руку. «Мы переживем это вместе», – шептал он, и в этом звуке слышалось больше, чем просто уверенность. Лиза осознавала силу его слов. Улыбаясь сквозь слезы, она вдохнула глубоко. «Да, мы справимся. Я верю в нас». Сейчас, с двумя детьми на руках, они опираются друг на друга, словно крепость, устоявшая перед бурей критики. «Помнишь, как все начиналось? Мы не думали, что это станет настоящей историей любви», – сказал Илья, обнимая Лизу. Она улыбнулась сквозь слезы, размышляя о том, как они прошли сквозь все преграды. «Тогда мне было страшно. Я боялась, что никто не поймет нас. Но ты стал моим светом», – произнесла она. Ее голос дрожал от чувств. Илья прижал ее к себе. «Мы стали сильнее, чем когда-либо». Эта история – лишь игра воображения, сотканная из фантазий и эмоций. Все имена и события, описанные здесь, не имеют связи с реальностью. Любые совпадения с реальными людьми или фактами случайны и неумышленны. Ваша Ева Грей